Всем огромный привет! Сегодня у меня заказ из Avon, причем заказ у меня накопился за несколько раз. И сейчас я покажу, что же я заказывала и понравилось это мне или нет. Сразу же начну с самого неинтересного. Это такие вот гели для душа из последних каталогов. Фруктовая маргарита и калибская калада. Калибская калада, знаете, пахнет напоминать, что это кокос с каким-то ментовым, мятным такой, знаете, кокос. А фруктовая маргарита это 100% конечно персик с апельсином и чем-то еще тропическим. Такой тоже сладенький, вкусный для любителей сладости. Как всегда заказываю уже в четвертый раз ступенку. Мне она очень нравится, я ее вообще не экономлю, то есть использую по 3-4 пшика на раз, лишь бы было комфортно умываться. Очень советую, уже говорила в прошлых видео, что пенка действительно очень хорошего качества. Попробуйте обязательно. Это один из лучших продуктов Avon. Клиент для рук в этот раз меня расстроил объемом. Мне кажется, что раньше пузырек был гораздо больше. Здесь сейчас 75 мл. И крем у меня для очень сухих рук. То есть он специально более интенсивный. Мне нравится его запах, такой парфюмированного такого меда. Знаете, как будто какой-то медовый парфюм сладенький. Очень приятный, нераздражающий. Я обожаю их крема. Они действительно очень хорошо увлажняют кожу рук. Не оставляют при этом никакой жирной пленки. То есть если я на ночь намазала руки кремом, ночью пошла и помыла руки, если встала для каких-то важных дел, и помыла руки, то у меня жирного ощущения на руках после него нет. И заказала вот такой я гель для интимной гигиены. У меня уже был, но моя была фатальная ошибка в том, что я заказала не гель, а очищающее следство. Оно жидкое, а вот этот вот как раз-таки келеобразный. Даже слышно по звуку. Этот как водичка, а этот как гель. И действительно он гораздо гуще по консистенции, и им пользоваться гораздо приятнее. Также из того, что я никогда вообще не показывала, это вот такой очищающий скраб для лица. Нутроэффект. Я пользуюсь им раза два в неделю. Он мне очень нравится. У него есть на внешний вид вроде бы как крупные такие скрабирующие элементы, но на самом деле он весь мелкозернистый. То есть у него вообще нет никакого ощущения, что вы скребете по лицу. То есть все скрабирующие элементы, они микро-микро-микро размера. И после него ощущение действительно очень-очень классное, очищенное, чистого лица. Я заказывала вот такое средство. Это средство для того, чтобы предотвратить натирание обувью мозолей. То есть его нужно наносить в те места, где вы заранее подозреваете, что у вас могут возникнуть мозоли. Наносить перед тем, как обуваете обувь. Но что я хочу сказать об этом средстве. Во-первых, здесь небольшой объем, но его хватит все-таки надолго. Во-вторых, как такового эффекта я от него не заметила. Все-таки аналог, который я пробовала от Компит, он действительно защищает кожу от мозолей. И здесь 100%. То есть он как будто бы обволакивает кожу пленочкой. Здесь же просто эффект того, что вы нанесли какой-то твердый крем. Нет эффекта такой пленочки, нет эффекта талька, например. И если честно, эффект от него я совершенно не поняла. Считаю это бесполезным приобретением, но все-таки буду еще тестировать его с новой обувью. Также у меня были вот такие крема. Видите, они уже у меня подошли к концу. Ночной я уже использовала. Они шли в комплекте с мини-образцом ночной у меня быстро ушел. Остался дневной. И вот эти крема мне очень сильно действительно понравились. Буду покупать еще. И буду покупать другие продукты из линейки Эйнью, потому что качество мне очень понравилось. Качество действительно на уровне. Очень сильно отличается от дешевых. Линеек Вэйнван типа Нейчурлс и так далее. Мне очень нравится. Действительно, после него прям ощущение. Просто ухоженная бархатистой кожи, а не того, что вы на лицо несли что-то жирное. И очень классный ночной. Причем я это не поняла немножко. По консистенции ночной даже более легкий. Обычно он жирнее идет, а он наоборот более легкий. Такой ближе даже к какой-то сыворотке. Но очень классный был. Я однозначно куплю себе в продолжение эти же самые средства. Также у меня в арсенале появилась такая вот еще гигиеническая помада. Бальзам для губ от Эйвен. Она идет со цветом в стике вот таком. Но в отличие от средства Эйвен Кеа для губ, оно более мягкое, более кремообразное. И немножко ложится кусочками на кожу. Цвета он практически не имеет. Но делает губы визуально более такими ухоженными. Не как с прозрачным бальзамом. Мне в принципе понравился. Ну, Color Trend это одна из самых недорогих линейек Вейвен. Поэтому особо хорошего качества я и не ждала от него. Как бальзам в принципе не было. Так же в моем заказе два каталога назад еще был такой вот набор украшений. Очень приятный, конечно, наборчик. В Эйвене достаточно своеобразная бижутерия. Но иногда бывает и красиво, стильно. Вообще они любят слишком перегромождать. Через чур все делать оляпистое. Но здесь мне очень понравилось. И кстати от нее не раздражаются уши. Что очень приятно. Может быть на первых порах. Но я вам скажу так, что бижутерию на самом деле я ношу крайне редко. Не знаю зачем я ее набираю. Но возможно когда я пойду работать и буду носить более строгий стиль в одежде. А не как сейчас шалопа и мама. Тогда я буду носить украшения. И я думаю, что этот комплект он очень такой благородный. Очень подойдет к такому женственному и теловому стилю. Также я приобретала очень крутую такую серию. Это сыворотка-заполнитель. Для тонких нормальных волос, густота и плотность. И также у меня именно из этой гиалуроновой серии был шампунь и бальзам. Но так как я сделала ботокс для волос и я перешла на бессульфатные средства полностью. То шампунь с бальзамом я уже отвезла своей маме. К тому показать не могу. Но скажу одно. Качество шампуня и бальзама именно из этой серии мне очень понравилось. Сравни каким-то дорогим действительно шампунем. Потому что после них волосы чистые. После шампуня они аж скрипят. После бальзама они напитанные, но не жирные и рассыпаются. И теперь я пользуюсь так как вот эти все ни бальзамы, ни сыворотки не содержат сульфат. Я в принципе пользоваться продолжаю сывороткой. И она мне очень-очень нравится. Действительно после нее волосы увлажненные. Они блестят. Можно даже без бальзама пользоваться только этой сывороткой. У меня было до этого средство. Я его уже неоднократно показывала. Средство от фирмы Капос. Тоже сыворотка двухфазная. Но на третьей банке я поняла, что она пересушила мне волосы. То есть я-то пыталась от этой сухости избавиться посредством сыворотки этой двухфазной. А получилось-то в итоге так, что она мне эти волосы и пересушила. То есть с этой сывороткой я такого не наблюдаю. Потом мне просто открыла глаза мой парикмахер, что именно от этого средства волосы мои собственно говоря и высохли. Просто она всю влагу из моих волос вытаскивала и пересушивала их какими-то своими веществами. Здесь в принципе наоборот идет полное увлажнение. Не пересушивают волосы. Можно пользоваться хоть каждый день, но я пользуюсь им где-то раз, а то и два в неделю. Ну вот такие мои заказы Эйвон. В следующий раз буду показывать декоративную косметику. Поэтому подписывайтесь обязательно на мой канал. Смотрите мои семейные влоги. Ну а я с вами на этом прощаюсь. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok